— Благодарю за такой анализ, господин Тамар. Давайте еще у нас остается пара тем, которые очень хочется обсудить. Я, честно говоря, не мог сегодня не задать вам этот вопрос. Думаю, наши зрители бы меня не поняли. — Большой скандал учинил американский бизнесмен Лен Маск. Он в очередной раз, да, с одной стороны, он помогает нам с старлинками с первого дня войны, с другой стороны, он иногда репостит себе какие-то странные опросы о принадлежности Крыма или о целесообразности оставления какой-то части Украины своих территорий. — Ну, как говорит Михаил Шейтельман, мой постоянный собеседник, что хороший бизнесмен абсолютно не означает, что он является умным человеком или талантливым политиком в любом случае. Но очередной скандал связан с чем? Если наши зрители пропустили, значит, по словам Илона Маска, в прошлом году он предпринял действие, которое помешало украинским дронам атаковать Черноморский флот Российской Федерации. Объявил себя, в общем, спасителем Черноморского флота России. По его словам, он то ли не включил старлинки, когда было нужно какие-то определенные, то ли отключил их специально. Но суть остается такая, что эти беспилотники потеряли связь с сетью, они не смогли атаковать этот морской флот, а все как бы из-за чего, да, почему Илон Маск так поступил. Он сказал, что я, конечно же, поддерживаю Украину в ее территориальной целостности, однако я лично говорил с Путиным, и Маск не первый раз уже заявляет о том, что ведет телефонные разговоры с диктатором. Говорит, я говорил с Путиным, и он мне сказал, что если будет такая атака на Черноморский флот, то это будет означать ядерный удар, это будет означать ядерную войну. Маск, мол, этого не хотел, поэтому прибег вот к таким действиям. Здесь, господин Тамар, сразу куча вопросов возникает, но один главный, конечно, такой, как вы, во-первых, вы считаете, да, все-таки это пацифизм или это работа на агрессора, но и второе, какие выводы, опять-таки, должны сделать мы или Соединенные Штаты, потому что, ну, скажем так, когда связь, которая так важна для наших сил обороны, зависит от решения одного человека, даже человека, который изначально в начале войны нам помог, наверное, это все-таки ненормально. То есть человек утверждает, что стратегический инструмент ведения войны является прихотью частного лица. Ну, это так не бывает просто, я просто сразу объясню. И тут варианта два. Либо он врет, либо это решение о неиспользовании навигационных систем было принято тем, кому, кто имеет как бы полномочия принимать или не принимать такое решение, а именно генеральным штабом Соединенных Штатов. Может быть, генеральный штаб Соединенных Штатов принял решение, вот, и Маск его выполнил, да? Это другой вопрос. Это тогда вопрос к вашим американским союзам. Но частные лица, даже если они очень богатые люди, не принимают такие решения. Особенно в таких государствах, как Соединенные Штаты, где роль спецслужб очень высока, там есть определенные иерархии отношений. Давайте посмотрим, кто такой Маск и почему вдруг сейчас. Это человек с очень большими амбициями, в том числе и политически. Это человек не системный. Он не принадлежит ни к одной партии. Это человек очень умный. Это человек, который наблюдает тяжелый политический кризис, когда общество Соединенных Штатов расколото 50 на 50. Кстати, точно такой же кризис и в Канаде имеет место, точно такой же кризис и в Израиле имеет место, и, уверен, еще во многих демократических странах. Сейчас эпоха такая. И он хочет сыграть свою игру. И поэтому он создает себе имидж человека, который может играть свою игру. Он, может быть, и может играть свою игру как претендент на президентское крест, и он сыграет это. Я подозреваю. Но в том статусе, который он находится сегодня, не может быть решено. И если бы такие решения были приняты, мы бы узнали об этом не сегодня, и не по его, так сказать, вот он решил об этом рассказать. То есть если бы такое имело место, ну, по меньшей мере, шеф ЦРУ должен был бы уйти в отставку тут же, ну и так далее. То есть я думаю, что это провокация. Я думаю, что это провокация с целью привлечь к себе общественное внимание, повысить свой вес политический внутри американского общества. Я думаю, в перспективе этот человек будет позиционировать себя как претендент на президентское крест на следующих выборах. Не ближайший, а вот в выборах. Это мое мнение. Друзья, как вы считаете, будет ли Маск баллотироваться когда-нибудь президент из Соединенных Штатов? Ну и вообще, как вы видите эту ситуацию? Кстати, очень интересный взгляд, господин Тамар, о том, что это могло быть согласовано с, скажем так, с военным руководством штата. Что вы об этом думаете, друзья? Напишите в комментариях. Ну и напоследок, господин Тамар, диктатор Путин снова вспомнил об этническом происхождении украинского президента. Он вообще в последнее время, кстати, о Украине, о евреях, о Холокосте и в этой во всей связке говорит много. Вот недавно даже целое совещание он провел. Там был главный раввин, был директор каких-то культурных центров директора. И он вот прям выспрашивал у них все время, кто виноват в Холокосте на территории Украины. Пытался из них все выдавить вот это заветное слово бандеровцы. Но, кстати, никто из присутствующих это слово так и не назвал, поэтому Путин сам там взялся подводить итоги и рассказывать, в общем, кто там в чем виноват. Однако, вот опять поймали пропагандисты, ну типа поймали в коридорах Путина и спросили, а как вот, значит, коррелирует то, что Украина, как утверждает Кремль, неонацистское государство, при этом президент у них этнический еврей. Что Путин сказал? Ну как вы, вот я еще раз говорю, ну как вы не понимаете? Это Соединенные Штаты Америки поставили во главе Украины этнического еврея специально для того, чтобы, цитирую, прикрыть свою античеловеческую сущность, которая положена в основу современной Украины. И более того, лучше всего вот это понимают граждане Израиля. Конец цитаты. Ну как гражданин Израиля, господин Тамар, понимаете ли вы то, что, согласны ли вы с утверждением диктатора Путина? Ну и в целом, почему ему так не имется, и он так часто акцентирует внимание на происхождении нашего президента и на украино-израильской какой-то, ну на каких-то таких местах болезненных, почему он все время вот к ним отсылается? Ну, во-первых, идея, что вашего президента специально поставили американцы, как вот, что, дескать, он еврей там, ну слушайте, ну Порошенко тоже еврей, его тоже американцы поставили. Что-то американцы просто президента за президентом у вас ставят. Вот. Ну, давайте разберемся. Ну, давайте про бендеровцев немножко. Я очень люблю эту тему. Я, кстати, крайне негативно отношусь к личности этого исторического персонажа. Я, понятно, что могу никак иначе к нему относиться. Однако его роль реальная, ну, во Второй мировой войне, невероятно преувеличена, в том числе благодаря вот этой вот пропаганде календжевской. То есть мне обычно очень-очень смешно слушать зет-пропагандистов, которые рассказывают, что евреев в Бабе-Миру под Киевом расстреливали бендеровцы. Когда была трагедия в Бабе-Миру, бендеровская организация была уже разгромлена гестапо. Они уже все сидели, либо были разогнаны, либо сидели в концлагерях немецких или в тюрьмах. Потому что на тот момент вот этот вот период сотрудничества между бендеровцами и фашистским режимом, он уже закончился, он был несколько недель всего. В тот момент, когда немцы поняли, что речь идет о том, что люди хотят создавать свое независимое государство, там, Украину, да, как они это увидели. На этом все, так сказать, заигрывания с ними закончились. И, собственно, после этого бендеры и оказались в концлагере. Не надо думать, что это был, так сказать, такой же режим содержания, как у евреев в Освенциме, да, это был некий такой лайт-режим. Там, условно говоря, в соседнем бараке, там сидел сын Сталина и там подобные другие заключенные, но все равно это был не санаторий, это была тюрьма. Понятно, естественно. Так что, понимаете, когда вот, ну вот, и организация, там же было какое-то количество членов там. Я не помню сейчас наизусть, но оно не было очень велико. Да, и вот сейчас криминская пропаганда говорит, что там все украинцы во время войны были бендеровцами, ну, это просто у меня вызывает хохот такой, ну, истерический. А как с теми этническими украинцами, которые жили на территории Украинской Советской Социалистической Республики, эти миллионы людей, которые были призваны в Красную Армию, сражались и там отдали жизни свои, или там, наоборот, дошли до Берлина с красными знаменами, они тоже были бендеровцами. А как же, например, вот, армия Власова, они тоже были бендеровцами. И вот, например, мою семью, моих предков расстреляли на Смоленщине, это граница между Российской и Белорусской республиками, никакие бендеровцы там не были, там были русские полицаи, белорусские, которые расстреляли мою семью, мне об этом рассказывает отец, который живет в Иерусалиме, сейчас он впоследствии, он бежал из гетто, из подрастрела, блин, тук партизанами, подростком воевал, и таким образом уцелел, единственная из всей семьи. Никаких бендеровцев там не было, и вот эти вот рассказы про страшных бендеровцев, которые там убивали со страшной силой всех евреев, как бы, да, ну, к несчастью, евреев убивала вся Европа, так что в этом отношении бендеровцы ничем особым не отличились, и потом их там влияние, да, на события, ну, несколько преувеличено кремлевской пропагандой. Вот, но понимаете, ведь кремлевская пропаганда, она же не ищет исторические правды. Если бы она искала исторические правды, ну, надо было тогда бы вспомнить о том, что вот очень любимый политический лидер российский, Александр Третий, которого Владимир Владимирович так восхваляет, он был один из основателей союза Михаила Архангела. Так вот, союз Михаила Архангела, по сути, это была первая в мире фашистская антисемитская партия, которая была сформирована при вот Александре Третьем миротворце, да, а Владимир Владимирович так этого императора вот своим там политическим кумиром когда-то называл. Вот, поэтому правда же она, понимаете, если уж ее говорить, так ее говорить до конца, а что, в России когда-то было меньше антисемитизма, чем в других местах Европы, и мне вот эта вот риторика нравится, мы вас спасали из крематориев, а вы вот топите за укра-нацистов сейчас. Это, ну, понимаете, просто я всегда спрашиваю, скажите, вы конкретно сколько евреев из крематория спасли, вот уважаемые, вы, которые спасали, да? То есть, понимаете, опять же, вот государство, вернее, то, что сегодня мы называем государственную территорию, да, она была полностью, полностью оккупирована вермахтом во время Второго мирова. То есть, все население гражданское, которое жило на территории Украины, было оставлено отступающей Красной Армии на растерзание фашистов, да? И, естественно, евреи пережили страшный геноцид, те, кто жили на территории Украины, но также геноцид пережили и другие люди, которые сжигали украинские села, это неизвестный факт, уничтожали цыган, уничтожали много кого, коммунистов уничтожали, ну, просто потому, что они члены компартии, да? И так далее. Вот. А территория России была оккупирована только в объеме 9%. Ну, естественно, там было меньше евреев уничтожено, потому что есть разница, 100% территории, где проживала компактно еще с привода черты оседлости евреи традиционно, либо 9% населения, где там, ну, немного было, скажем так, крупных городов Российской Федерации, однако те города, которые были оккупированы, Смоленск, Ростов, российские, да, там точно так же уничтожались евреи в других местах. Поэтому все эти рассказы про то, что русские спасали евреев, а украинцы евреев там убивали, ну, это такая же ложь, как то, что вы там разводили радиоактивных гусей, там, инфицированных комаров, ну, почему, если гуси, мы их обсуждаем, почему, да, то есть, вот, а если уж об этом зашел разговор, я сейчас никого там не оправдываю, не восхваляю, я просто факты излагаю, ну, Украина, если я не ошибаюсь, третья страна по количеству праведников мира, то есть по количеству тех людей, которые укрывали, наоборот, евреев, с риском для жизни это делать. Давайте уж, если мы обо всем говорим, то и об этом мы вспомним. Вот. И вы знаете, вот главный урок, самый главный урок, который вынесло, должно было вынести человечество из Второй мировой войны, Путин его обгадил, как все, за что он вот берется, вот, знаете, был там царь, который, что не возьмет, золото превращалось, а Путин, что не возьмет, превращалось в дерьмо. А главный урок, который должно было вынести человечество из Второй мировой войны, что появилось в центре Европы какое-то вселенское зло, которое смогли одолеть только всем миром, объединившись вопреки. И когда там эти идут рассказы, что основную тяжесть войны или не тяжесть войны, послушайте, я преклоняюсь перед вратным подвигом солдат Красной Армии, среди которых были люди всех национальностей Советского Союза, включая миллионы этнических украинцев, включая также и полмиллиона евреев, которые воевали в рядах Красной Армии. Их тоже из крематориев спасали эти ура-патриоты, да? Моего отца, например, который кавалер медали за отвагу, самая почетная солдатская медаль, которая, он был удостоен в возрасте 14 лет. Но давайте, когда мы говорим, мы не будем забывать о Великобритании, о Соединенных Штатах, о том, сколько сырья было доставлено и как доставлено, сколько погибло моряков в Северных морях от немецких субморий, с каким трудом. Я был знаком с одним человеком, вот в Израиле проживал, он давно умер, он был дважды герой социалистического труда, он был директором завода по производству артиллерийских снарядов во время войны. Так он мне сказал, что каждый десятый снаряд, выпущенный в Сталинградской битве, был изготовлен в США. Понимаете, что такое каждый десятый снаряд в такой войне? Их же не просто изготовили, их же еще довезли. Ну и совесть-то имейте, пасхуды вы кремлевские, ну скажите вы спасибо за то, что были с вами рядом эти люди и эти государства. За ленд-лист же так и не рассчитались в полном объеме. Советы перед западными союзниками. Ну немножко уважения, ну минимально. Я ведь, ну если вы хотите, чтобы вас уважали, так уважайте вы, как бы тоже, это же были ваши союзники, а как же вы можете забывать об этом? Первые британские пилоты появились в Мурманском небе, истребители в июле 41-го года, еще никакого не было подписано ленд-лиза ничего. И они уже дрались вместе с Красной Артой. Забывают, понимаете, нету там правды, нету там истории, там есть только пропаганда или заблюдство. И я вот об этом говорю постоянно, надо мной там многие смеются, многие там какие-то гадости в этой связи говорят, а так это правда. Парадокс заключается в том, что сейчас штыки ваших солдат могут изменить участь граждан Российской Федерации. потому что если ваша армия разгромит решительно и позорно для России российскую армию на Южном фронте и добьется до оккупации Крыма, это может привести к смене режима в Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok